Я очень рада. У нас сегодня потрясающий, мне кажется, будет эфир, потому что это просто невообразимо. Только мы на той неделе, я сейчас подключаю как раз нашего уважаемого гостя, вернее, гостью, только мы на той неделе поговорили о правильном питании. Я сделала для себя выводы, что я ещё пока не на правильном питании, и для меня эта планка высокая, одноразовое питание. Так как мы все знаем, ростки и прочее, то здесь мы выходим на совершенно потрясающую, ещё более высокую планку людей, которые не питаются и которые не пьют. И, конечно, это просто вопросов просто миллион. Я очень надеюсь, что мы сегодня эти вопросы зададим, потому что я специально не изучала эту тему, чтобы быть вот таким вот открытым человеком, который хочет это вот всё познать. Так что вот я сейчас уже подключаю нашу гостью Светлану Лаврову, которая уже, я так поняла, что долгое время находится на таком образе жизни. Я так, ну, по-другому она, наверное, сейчас тоже расскажет, что это у них образ жизни, это какая-то такая история долговременная на всю жизнь, или вот как-то как диета, да, вот кусочек вот так, потом обычная жизнь. Ну, вот сейчас посмотрим. И, конечно, миллион-миллион вопросов. Так что вот встречаем. Я надеюсь, Светлана, у вас получается ли подключиться? Потому что я попробовала вас включить. Так, сейчас мы ещё раз включить. Ну, да, вот я сделала всё возможное, чтобы у нас Светлана включилась. Так, и, собственно, смотрите, пока, может быть, там есть такая, да, в Телеграме определённая история, что надо там научиться, как себя включить. Но в любом случае мы сейчас со Светланой ещё свяжемся и по обычной сети. Но хочу тоже сказать, вот у нас был прошлый эфир, и победитель, даже не победитель, а я оставила самый лучший комментарий, получит от меня небольшой приз. Этот приз получает, я сейчас просто вот скажу, этот приз получает за лучший комментарий, на мой взгляд, написала Чудесница. И он звучит так. Елена Алексея, благодарю за ресурсный эфир. Удалось услышать два поля восприятия данной информации о марафоне и осознать, что в нашем и Грегоре они реально уживаются. Собственно, вот я жду нашу Чудесницу на маленькую мини-консультацию личную со мной. И на 10-минутную консультацию, я думаю, самый важный вопрос для себя она задаст. Так, ну сейчас посмотрим, как у нас получается. Сейчас, может быть, Светлана пишет мне на телефон, потому что, видите, получается, не получается, не может подключиться. Подключиться не может. Да, не может подключиться. Даже не знаю, ребята, что мне в этом случае сделать. Так, сейчас я попробую. Она говорит, что не может подключиться. Сейчас мы попробуем с ней списаться. Светлана. Сейчас вот мы пробуем. Но, вот видите, как второй у меня телефон тоже. Ну что ж, такой я так и хотела знать. Интересно нам откроет поля, чтобы мы узнали вот такого собеседника. Так, вот у нас Алексей Яковлев поднимает трубочку. Это как раз Алексей, который... Не трубочку, а может быть он скажет какой-то совет. Нет? Так, сейчас. Сейчас тут проходит определенное время, чтобы сработало. Потому что телеграмм, он так работает. Вот, ну вот, ребят, ну вот что? Вот так, вот такой. Вот мне было очень любопытно. Не то, что было. Мне и есть любопытно поговорить со Светланой. Светланой? Светланочка, Светлана, все, все. Мы уже поняли, что вы прямо здесь. Осталось только включить камеру. Я рада вас приветствовать, потому что я очень, я очень ждала. Я прямо писала. Хочу воочию видеть такого человека, который может нам рассказать, поделиться. Светлана, вопросов действительно очень много. Потому что хочется вот эти вопросы практически экспресс пробежать, блиц, и потом услышать всю вашу историю. Но мне кажется, здесь все равно без знакомства, конечно. Давайте познакомимся вот так вот в прямом эфире. Да, я Елена Фальчева. Я сейчас как бы представляю наше такое сообщество. Мы контактеры, мы ченнелеры, мы учимся общаться, открывать канал с неземными цивилизациями, с нашими учителями, курирующими нас. И то есть у нас такое сообщество, где правильное питание, оно обязательно. Но у вас сообщество, я так понимаю, которое идет параллельную дорогу, вы идиоте, нам, наверное, стоит на вас равняться, но, по крайней мере, открыть для себя это. Поэтому вот расскажите, пожалуйста, Светлан, о себе. Ну и потом у меня миллион вопросов, которые я буду задавать прям вот так, вот так, вот так. Да, Светлана. Здравствуйте, меня зовут Лаврова Светлана, и у меня образ жизни, что я живу без еды, без жидкости и практически без сна. Вот, как так получилось, я к этому не стремилась, у меня не было каких-то предпосылок, что я хочу так жить. Просто так получилось, что у меня с детства был такой недуг астма, бронхиальная астма. Причем в такой степени она у меня была достаточно серьезной, и я 30 лет была на гормональной астме. И в один прекрасный момент, я сейчас уже могу сказать, что он прекрасный, от меня отказались врачи. То есть люди, у которых достаточно серьезный диагноз, наверное, все прекрасно знают, что скорые эти адреса знают этих людей. И в один определенный момент, когда я позвонила в скорую, я еще раз такую ремарочку вставлю, то есть у меня была настолько серьезная астма, что капельницы и внутривенные уколы я научилась ставить сама себе, потому что я понимала, что не всегда ко мне может доехать скорая. И когда я позвонила в определенный момент в скорую, я говорю, вот, как бы ко мне, и они мне спросили, какую дозу гормонов я поставила, и тогда они мне сказали, как бы, свет, нам ехать бесполезно, потому что, ну, как бы, только либо фиксация смерти, либо, говорит, что мы можем сделать, большего мы ничего сделать не сможем, сердце не выдержит. И тогда я поняла, что нужно что-то менять. И тогда первый раз в жизни всю ночь, естественно, не спала, потому что не могла уснуть. И за ночь я узнала, что есть такие люди-сыроеды, которые питаются только сырой пищей. Это было много лет назад, больше десяти лет назад, так скажем. Вот, и я на тот момент, тут наступило утро, и я была уже стопроцентным сыроедом, причем шесть месяцев я была на сыром питании без единого срыва, мне это очень нравилось. Буквально через два месяца, через месяц я убрала все гормоны, через два месяца у меня практически отпали все аэрозоли, то есть астматики знают, да, вот эти аэрозоли-бамончики. И достаточно хорошо себя чувствовала, но на тот момент я очень сильно похудела. И как раз родственники за меня начали переживать, беспокоиться, вроде как это так, давай переходи обратно, у тебя же все хорошо. И я с огромным удовольствием выскочила обратно на обычную еду. Но это продлилось недолго, потому что организм все с большим оборотом набирал опять те состояния, из которых я ушла. И я опять вернулась к своей астме, опять вернулась к гормонам, опять вернулась к тем состояниям. Вот, и чтобы вы понимали, какое состояние было, то есть я не могла дойти практически даже до туалета, потому что я задыхалась от того, что я дышу. Я практически вообще не могла двигаться. И когда со мной случилось уже, я начала практиковать тогда дни без еды. Мне дни без еды с жидкостью не очень хорошо заходили, то есть я понимала, что это не мое. И я узнала, что есть такое, что можно голодать без еды и без жидкости. Но в то же время я знала, что это можно делать не более трех дней. И вот в эти три дня я себя чувствовала великолепно, но вот этот вот страх у меня сидел, что нужно обязательно через три дня что-то начинать пить. И когда у меня случился второй такой достаточно глобальный, достаточно серьезный приступ, когда во второй раз мне уже врачи сказали, что как бы нет, и до этого мне мой лечащий врач сказал, что, Свет, ну как бы тебе максимум осталось месяца два, и с тем, как твои гормоны разъели твои внутренние органы, два месяца, и потом необратимый процесс раковых клеток, они будут у тебя как бы, тебя будут съедать. Для меня это такая была достаточно шокирующая новость, но когда мы это слышим, но не видим на себе, нас это не так цепляет. То есть есть люди, которые, например, у них есть достаточно серьезные заболевания, но они их не чувствуют, они их не видят, их нет на поверхности. То есть есть такие заболевания, о которых мы просто знаем, которые заболевания бывают только на листе бумаги. И эти заболевания не всегда нас мотивируют, чтобы быть здоровыми, чтобы нам изменить свой образ жизни. И когда я это сказала, мне сказал врач, я, конечно, так опечалилась, но я этого не ощутила, не прочувствовала. И когда через несколько месяцев у меня случился второй приступ, а его ощутить невозможно, то есть это те состояния, когда ты не можешь дышать. Когда ты задыхаешься, ты сильнейший, ты понимаешь, что тут как бы без вариантов. И тогда я нашла людей, которые, как я в интернете, которые не кушают вообще и не пьют. И для меня тогда, наверное, был вот этот вот мой сам себе вызов, потому что во мне сыграл огромный эгоизм, что как это так, я умру, а у меня два сына, двое детей останутся, кто их будет воспитывать. Думаю, как это их будет кто-то воспитывать, кроме меня. Я же такая самая хорошая, самая лучшая мама, я этого не допущу. И вот так на следующий день я вышла на свои первые 9 дней сухих. Ну как первые, это не совсем первые были, у меня были с детства. В детстве я не очень любила кушать, мне даже ставили дистрофию, потому что я ела крайне редко, если за мной никто не следил. Раньше вы знаете, что такие были времена, что родители на работу, дети гуляют сами по себе, и за ними особо никто не следит. Я как раз жила в такое время, то есть мне через несколько месяцев будет 43 года, и поэтому я как раз в те времена застала. Мне тоже, да, хотела сказать, что мне тоже, я тоже 79-го года сказала. Вы знаете, да, Светлана, вот тут еще кто-то поднимает руку, но может быть тоже с этим же вопросом немножко погромче, если будете говорить, потому что я немножко прислушиваюсь, ладно? Может быть, вот тоже мне иногда звоночки тут такие сигнализируют, ладно? Ну, давайте попробую, потому что вроде бы у меня и камера близко стоит, и я громко, мне кажется. Вот, и я с детства кушала очень редко, мне ставили дистрофию, но чувствовала я себя замечательно, особенно когда не кушала, и ко мне как-то никогда родители не заставляли особо кушать, потому что я была достаточно таким болезненным ребенком, и я не болела только когда я не кушала. Вот, и второй такой крупный заход у меня был неосознанный, когда я не знала ничего ни про автономию, ни про сыроедение. Это когда я была беременна вторым ребенком, у меня был такой жуткий токсикоз, а на тот момент у меня было три компании, две из них очень достаточно крупные, такие уже сеть компаний была, и я не могла себе позволить посидеть дома в беременности с токсикозом, поэтому так получилось, что я убрала еду и забыла про нее, потому что как только я съедала буквально пол виноградинки, я даже за рулем не могла сидеть, мне было настолько плохо, меня выворачивало так, что ни о какой работе речи вообще не могло идти. Поэтому я ее убрала и как-то так благополучно забыла, потому что работы было много, и я не вспоминала. Вспомнила только, когда прошло три с половиной месяца, и так как я была с матиком таким уже заскорузлым, и по нынешним критериям старородящие, поэтому меня наблюдал достаточно такой большой состав врачей, и когда они говорили, ну как так, вроде как второй триместр прошел, пошел, а ты не прибавляешь вообще ни грамм, то есть я не теряла вес, но я и не прибавляла. Говорит, давай тебя положим в больницу и пообследуем. И тогда у меня первый страх тогда вылез, думаю, ну как я так, я же дыривно, надо как бы кушать. И в течение двух месяцев я себя заставила покушать, и в течение двух недель я себя раскручивала на покушать, потому что не сразу же организм начал принимать еду, но тем не менее. Вот это мой первый был такой длительный заход на сухие дни, который у меня, видимо, так немножечко зацепился, что вроде как бы, ну, люди могут жить и без еды. Но он где-то был у меня далеко, на подкорочке. Вот. И когда случился со мной как раз вот этот второй приступ, и вот первый раз осознанно я зашла на девять дней без еды и без жидкости, и на пятый день, когда я встала на лыжи, для меня это была моя личная победа, моя личная сенсация, потому что я понимала, что еще пять дней назад я не могла даже встать с кровати, то есть я не могла и лежать, потому что я задыхала. Я сидела в кровати, я лежала в кровати сидя. Вот. И после этого я начала практиковать. У меня были потом уже осознанные заходы на два с половиной месяца, на три месяца, на четыре месяца, потом на два месяца. И вот на сегодняшний день, с 14 марта 2011 года, чуть больше года. Вот. Это потрясающе. Вот если коротко, то такая история. Это вот, Светлана, вот скажите, у меня прям вот прям написан первый вопрос. Действительно вы не едите, а главное не пьете. Не есть еще мы можем понять. Ну и то не на такой срок. Но то, что вы не пьете, вы прям вообще не пьете. Как вы получаете воду? Скажите, пожалуйста. Ведь мы же такие водяные. Ну вообще наш организм, он изначально рассчитан на самый большой орган дыхания и поглощения. Это наша кожа. И вы, наверное, тоже уже слышали, что есть люди, которые дышат именно кожей. И когда мы были во внутриутробном состоянии, у нас не раскрытые были легкие. Легкие – это наш запасной вариант для иного уровня плотности. Вот. И поэтому, когда пока мы жили 9 месяцев у мамы в животике, мы спокойно развивались, да, без всякой еды, без всякой жидкости. И дышали мы кожей. Кожей дышали околоплодными жидкостями. Вот. И на сегодняшний день то же самое, что когда мы… У нас очень много в кислороде, в нашем воздухе очень много жидкости. И эта жидкость намного больше поглощается кожей, чем она поглощается через пищеварительный тракт. То есть если мы начинаем пить, то что происходит в нашем организме? Помимо того, что у нас проходит вода, у нас сначала ее организм тратит неимоверное количество своей энергии, чтобы ее конвертировать в свою жидкость, которая есть у нас. То есть в нашем организме достаточно много жидкости, которая уже конвертирована под нас. Но очень огромными глобальными такими затратами, когда мы поглощаем эту жидкость через пищевой тракт. И чтобы ее конвертировать, чтобы ее перевести в слюну, в мочу, в межклеточное пространство, в кровь полностью, чтобы она начала циркулировать по организму, организм тратит такое количество, затратное количество жидкости, что той жидкости, которую мы пьем, чем больше мы ее пьем, тем больше нам ее не хватает. И он начинает поглощаться через кожу. Вы, наверное, видели все, что чем больше человек пьет, особенно с возрастом, если вы обратите внимание, тем суше у него становится кожа. Становятся вот эти вот морщинки, вылазят, как их называют, гусиные лапки. А вот у женщин там начинают вот здесь вот заломывать такие. Это потому что, когда мы пьем, наш организм тратит очень многое количество своих ресурсов, чтобы ее переформатировать. Потом почки ее выводят, почки работают в бешеном режиме, чтобы вывести эту жидкость, которая не предназначена нами. И в то время, чтобы вообще наша жидкость циркулировала правильным образом, наша кожа еще начинает поглощать эту жидкость. И поглощает она ее не в тех количествах, не в тех процессах, которые идет природно, а как бы с надрывом. Поэтому у нас кожа, она такая начинает дриблеть, потому что она становится абсолютно другой. Если кто-то из вас практикует сухие дни, то они прекрасно знают, что на какой-то период времени, через какой-то период времени, у каждого он свой, у нас начинает подтягиваться кожа. И люди, которые стройнеют, особенно когда на много килограмм, то они видят, если они вводят в свой рацион, в свой образ жизни сухие дни, то у них начинает кожа очень сильно подтягиваться. Не обвисать как после жидкости, а наоборот подтягиваться. Именно вот это вот межклеточное пространство, оно начинает сжиматься, и кожа у нас, она прям чудодейственным способом, она действительно подтягивается. Причем подтягивается даже у женщин, которым более 70 лет. Это как из моей практики. Светлана, подскажите, пожалуйста, а как тогда работает, или он уже выключен у вас, ЖТ? Потому что получается от пищевода, да, уже начинается вот эта система, которая получается у вас, ну, она за ненадобностью выключена. То есть, простите, а вы в туалет ходите, простите, но он записан, этот вопрос, как бы вот вся система, она вообще никак не функционирует. Вот что с ней, она меньше, больше, вот если так сказать, за это время вы проводили УЗИ-обследование, как органы, вот при этом расположенные? Я поняла вопрос, да, я не понимаю, почему люди считают, что у нас выключается организм, он начинает у нас работать естественным образом. То есть, организм никуда, ЖКТ не выключается. Он работает именно в том режиме, в котором ему нужно. То есть, смотрите, если вы строите какое-либо помещение, вы все равно строите в нормальном помещении, вы строите запасной выход. И ЖКТ – это как раз именно те процессы, которые, вот как запасной выход. Вот если вы купаетесь в природных источниках, наверное, у многих бывает, и не один раз это было, когда нечаянно захлебнете воду. И ей же нужно как-то выйти из вас. Вот я очень люблю велосипедные прогулки. То есть, для меня велосипед – это в приоритете, это мой кардиомир, который я стараюсь максимально реализовывать каждый день, потому что это мое время, мое пространство. И люди, которые катаются на велосипедах, они тоже знают. Например, когда ты едешь вечером, солнышко еще есть, но уже не такая жаркая погода, активизируются мошкара. Мошка, мошки, какие-то там, неважно, все, что летает. И когда ты едешь, у тебя все время там то в глаза, то в нос, то в рот попадают вот это вот мошкара. Ей тоже нужно как-то выходить. И у нас как раз ЖКТ работает именно на лайте, я бы так назвала, работает на лайте, на выведение всякой вот этой вот ерунды. Что касаемо, хожу ли я в туалет, если мы говорим по-большому, то пока у вас не очистится организм, он у всех по-разному очищается, вы будете ходить. Бывает такое, что, например, вы, вот я очень часто провожу сейчас ретриты на море, и в море, если захлебнете воду, она же соленая, то получается вот как за несколько месяцев, за несколько недель, все, что в нашем ЖКТ, он же вот такой вот у нас, все, что в нашем ЖКТ идет на переваривание, то есть мертвые клеточки в организме, они же у нас отмирают, перевариваются, им тоже нужно как-то выходить. Они не всегда выходят через жидкость. То бывает и по-большому стоит, но это не как обычный человек, да, то есть это не сел там и огромное количество, но иногда в несколько месяцев, там раз в 4 месяца, вот такое вот бывает. Но и хочу заметить, что когда вы только выходите вот в эти состояния, что первые 2-3 месяца вы будете ходить в туалет. Это будет не каждый день, но у вас организм будет чиститься и так тоже. Что касается, что по-маленькому, то практически каждый день, бывает раз в 2 дня, потому что, еще раз повторю, что очень много жидкости, очень много влаги у нас находится в воздухе, особенно когда мы находимся где-то около каких-то природных источников, либо если идет дождь, то кожа очень хорошо впитывает, она прочищает наш организм и в том числе выходит оно через мочу. Светлана, а подскажите, пожалуйста, а вот женская функция, мы все знаем ежемесячно, да, женщины очищаются и так далее. Вот, а эта функция, она тоже сохранена или нет? Ну, если мы говорим об овуляции, то овуляция, она происходит все время, то есть она происходит по определенным часам, и там это есть, и у меня есть специальные там всякие гаджеты, которые это определяют. Это действительно есть, но у многих женщин уже на второй месяц сырого питания, именно кровянистые выделения, они уходят, потому что кровь, она вычищает то, что не может выйти вместе с овуляцией. Вот, конечно же, это зависит от того, насколько вы чиститесь, то есть есть определенные, они, крови, так скажем, ее нет. Но бывают такие моменты, когда ты либо психологически, либо физиологически начинаешь чиститься. То есть приведу такой пример, у меня был марафон онлайн, и у меня там была женщина, женщина, которую поставили 10 лет назад климакс, и 30 лет назад поставили бесплодие. И когда я ее начала прорабатывать, у нас с ней одновременно пошли месячные, вот, и она сходила ко врачу, и врач ей подтвердила, что она забеременела через какое-то время. Вот, то есть, если ты входишь достаточно сильно в поле, вот я так полагаю, что если именно решаешь женские какие-то проблемы, то вместе с тем человеком, с которым ты в едином поле на этот момент находишься, то у вас единоразово начинается эта чистка. Такое тоже есть. Интересно. Светлана, подскажите такой еще вопрос, тоже очень злободневный. Мы все знаем, когда начинаем худеть, у нас начинается болезненная худоба. Вы вообще без питания. То есть, вот форма вашего тела, я понимаю, что вы худенькая, стройная, но она как бы, да, вот там, как мужчина скажет, аппетиты остались еще, или все-таки это такое, ну, очень худенькое тело. Вот потому что, ну, как-то вот сложно в голове уложить. То есть, если это естественно, значит, вы должны были прийти к естественным формам своего существования. Оно должно быть хорошее. Ну, нас же не задумывали какими-то прям, ну, костями-костями. То есть, это действительно так? То есть, вы пришли вот как раз к этому естеству? Ну, смотрите, я вам так скажу. Пока у нас присутствует в нашем организме еда, у нас идет обнуление. Обнуление идет как физическое, так и психологическое. И мы, да, начинаем очень сильно, очень резко терять вес. То есть, я теряла до 32 килограмм. Но у меня не такой большой рост, но тем не менее. Но если вы посмотрите людей, которые не кушают и не пьют, то вы увидите, что там нет худых. То есть, нет вот в этой, в общепринятом состоянии худых. Да, у них нет лишнего веса, как бы, но худобы уже нет. То есть, идет нормализация веса, я бы так сказала. То есть, нет такого, что ты там какой-то, и по мне тоже видно, да, что я не какая-то слишком-слишком худая, осунувшаяся дамочка. Но было, когда была еда, когда она присутствовала, да, вес, он достаточно сильно терялся. Да, то есть, здесь я уже так наши, включая нашу историю о том, что мы понимаем, что мы все равно созданы в определенном, идеальном форме должны быть, но мы от нее все время отходим. И поэтому вот эта, наверное, форма, она получается, если мы идем к естественным процессам, то получается, наверное, мы ее предприобретаем. Это, конечно, вот все, что говорите, конечно, это просто вот расширяет так вот сознание просто. Вот скажите, энергия. Мы понимаем, что все энергия. Мы понимаем, что мы, чем мы больше, да, чем больше через нас проходит энергия, тем больше. Раньше у нас было знание о том, что энергия дается с пищей. Сейчас уже получается, ну, по крайней мере, в нашем сообществе, что энергия с пищей, но с проростками там самая суть, да, самый заряд энергии, как раз вот, да, это сопроедение. Но вот вы говорите, что вообще, и тогда откуда брать энергию, тем более, если человек живет в городе. То есть мы понимаем, что кожа, я тоже знаю, что кожа – это самый большой орган. Но если мы живем в городе, вот я живу в городе Москве, в центре, да, у нас тут пыль, грязь и так далее. То есть вот насколько мы очень много сидим в квартирах при отоплении, насколько мы можем вот нашу обычную социальную жизнь подвязать под вот такую, ну, интересную жизнь, и где брать энергию, где вы берете энергию, как вы, ну, тем более, если вот мы сейчас перейдем ко сну, тем более вы не спите. Это вообще, это просто, это еще больше, чем вода меня интересует. Ну, вообще энергия, мы сами энергия. Вы, если вы обратите внимание на такие простые абсолютно вещи, когда вы покушаете, вам хочется, наверное, больше отдохнуть. Нет такого, что если вы покушали, вы уже доедаете последнюю ложку, и у вас уже все, энергия начинает бурлить, вы не знаете, куда себя девать. Это же не так. И когда вы выходите, например, из спортзала, но если вы не сильно сделаете себе такую огромную нагрузку, а если вы какой-то там проведете, ну, я не знаю, какие-то определенные комплекс действий в спортзале, то у вас же, вас же наполняет энергией, и мы как раз есть энергия. То есть, чем больше мы двигаемся, тем больше у нас энергии. Но на определенном этапе мы понимаем, как ей управлять. И уже нет такого, что ты постоянно хочешь двигаться. Но спорт в твоей жизни присутствует ежедневно. Это обязательное условие, потому что по-другому ты не сможешь. Тебя просто будет внутри разрывать. Как бы энергии ее действительно очень много, но эта энергия, она становится другой, она становится иной. И эта энергия уже идет больше в какой-то определенный период времени, она больше идет не на физические потребности. То есть ты часа два, три в день у тебя идет физика. Это безусловно. А остальное время ты больше вот эти вот расходуешь энергию на ту информацию, которая к тебе приходит. Почему хочется передавать, почему хочется общаться, почему хочется делать вот эти вот ретриты, марафоны, еще что-то. Потому что ты понимаешь, что ты должен обязательно обнулиться от той информации, которая идет через тебя, чтобы она заполнилась новой. И как раз ты уже перестаешь жить на эмоциях, потому что эмоции это поверхностно, это не настоящее, это прикрытие, это яркое что-то. Ты уже с эмоцией переходишь на чувствование. Это другая ступень твоего существования. И вот эти вот чувствования, они очень глубокие. Они не такие яркие, как эмоции, но они очень глубокие. И когда ты идешь на уровне чувствования, ты тогда, у тебя стираются вот эти вот границы «я» и «мир». И постепенно, когда эти границы у тебя стираются, ты понимаешь, что «я» есть «мир». Вот это вот когда идет это осознание, не просто слова, а осознание. А все в нашем мире – это информационное поле. И когда ты в него погружаешься, ты понимаешь, что ты и есть эта вся информация. Вся информация, которая есть вокруг тебя. То есть почему очень многие люди могут сразу же ответить на любой вопрос не потому, что они знают, а потому что этот вопрос уже есть в человеке, он его берет через человека. То есть когда у нас чешется, в голове что-то зачесалось, у нас же сначала в голове зачесалось, потом у нас пошел импульс в руку, и мы начали чесаться. То же самое, что и вопрос. Перед тем, как у нас возникает какой-то вопрос в голове, у нас сначала возникает ответ, и чтобы мы себе этот ответ озвучили, у нас возникает естественным образом вопрос. И когда вот через тех людей, которые могут взять эту информацию, когда им задают эти вопросы, этот человек через тебя просто смотрит этот ответ, и тебе его выдают. Никаких тут нет никакого волшебства, никаких тут, что там я вижу что-то невидимое, этого нет, ты просто находишься в информационном поле. Причем ты, когда поговорил с человеком, ты ему сказал, его запросы сказал, и можешь буквально через минуту он тебя спросит, а ты можешь забыть, потому что это не в память у тебя откладывается. Ты ему выдал, и это не твоя информация, тебя она больше не интересует, ты про нее забыла. Это тоже есть. Вот, Светлана, вот эту как раз, вот эту часть мы отлично понимаем, потому что мы пошли как раз с этой частью, мы пошли с информационного поля, чтобы брать оттуда ответы, и чтобы их выносить. То есть вот как раз таки вот эти два предыдущих вопросика, которые вы озвучили, это нам знакомо, что держать в себе нельзя, надо отдавать, что выдал информацию, ты ее сразу забываешь. Вот это наша история, вот тут мы познакомы. Но вот само функционирование тела, которое нам и мешает быть как раз таки тоже отличными проводниками, оно как раз и получается вот это вот совместить ваше и наше, и получается вообще идеально. Потому что вот это я для себя вот так вот уже так отмечаю. Скажите еще вот такой вот вопрос. Социальная обычная жизнь. Вот, ну то есть вот все ходят в рестораны, все-все там дома питаются, все равно мужья, дети, тем более у вас тоже двое-двое деток, то есть вот они так же или нет, то есть вы для них как бы нечто такое эфемерное такое, вот, ну наша мама, вот ей ничего не покупаем, да, вот как вас балуют тогда. То есть вот как социальная жизнь, то есть вот вы работаете или вы все равно вот на своей волне, вот как мы сейчас тоже пытаемся выйти все на свою волну, чтобы уже от социальной работы отойти. Вот, а как вот у вас здесь применение? Ну я сейчас от социальной, да, я сейчас от социальной работы как бы отошла, потому что она мне стала просто неинтересна. И я сейчас именно занимаюсь тем, что вот я, я тоже как своеобразный проводник, вот, и у меня еще два психологических образования, то есть я веду консультацию и уже со своей уровня, со своего уровня плотности уже помогаю людям. В основном у меня ВИЧ больные, с онкологией, с такими заболеваниями, то есть достаточно серьезными, я с ними работаю, с этими людьми. Что касаемо ресторанов, или еще я с огромным удовольствием хожу в рестораны со своими знакомыми, и мне доставляет удовольствие смотреть, как они получают определенные эмоции. Не что они кушают, не как они кушают, а вот это вот состояние, когда они получают эти эмоции, это здорово. И я как раз и учу, что нужно себя не ругать за то, что они вновь поели, да, а наоборот, что если они поели, пусть это будет немножечко, но чтобы они получили эти эмоции, чтобы они получили это удовольствие. Потому что я абсолютно уверена, что в автономии мы будем абсолютно все. На следующем уровне плотности мы будем все автономами, потому что, ну, это уже будет неинтересно поглощать что-то в себя. Потому что мы поглощаем что-то в себя из-за того, что нам не хватает от этого драйва, не хватает этих эмоций, мы не знаем, где их найти. Но когда перед нами будет все больше и больше открываться новых знаний, они сейчас открываются, мы будем понимать, что уже вот эти вот эмоции от еды, они очень маленькие, очень скудненькие по сравнению с тем, что открывается там. Это точно, это мы тоже с вами, опять-таки, мы тут с вами на одной волне. И вопрос как раз про сон. Вот вы спите или не спите, шокируйте нас, пожалуйста, тоже. Сколько вам надо на восстановление? Ну, это бывает по-разному. Летом бывает, что там раз на часа два бывает, бывает 15 минут, где-то раз в две недели. В две недели? Да. Ну, сон он отвалит, если кто длительно выходит на сухие дни, они знают, что сначала идут такое, что спать наоборот хочется, когда организм начинает просто вот очищаться, вычищаться, сон наоборот приходит. А потом постепенно он уходит, уже неинтересно, потому что во сне мы очень много количества энергии растрачиваем, наоборот, мы ее не восстанавливаем. И у меня даже есть специальный курс, где я все раскладываю по полочкам, и там действительно у нас мозг работает в 10 раз больше во сне, чем вне сна. Я рассказываю, как можно облегчить эти состояния, потому что у нас вообще, у нас почему два полушария? Не потому что, чтобы они просто у нас лежали в нашей коробочке, а чтобы ими правильно пользоваться. И если мы научаемся правильно отдыхать, то у нас отдыхает либо правое полушарие, либо левое полушарие. И там очень-очень большая информация, которая лежит. И, наверное, каждый замечал, что бывают такие состояния, что ты вроде бы вот не спишь, не спишь, но, например, там едешь где-то в общественном транспорте или еще, и тебя сон рубит. И ты думаешь, нет, нет, не буду спать, не буду спать, и потом раз, так выключаешься, и потом уснул. Вот, такое бывает. Или в детстве, когда ложишься спать, как будто бы ты с кровати падаешь. Это когда отключается одно полушарие, отключается, а второе еще нет. Это когда мозг уже уходит на сон, а тело еще не успело. Вот, и бывают другие состояния. Бывают состояния такие, что ты встаешь, и ты раз и смотришь, а ты еще лежишь. То есть ты встаешь, как будто бы, а тело твое лежит. Тоже такие состояния бывают. И это тоже все объяснимо, это все лежит на поверхности. Просто очень часто мы этого не знаем и не замечаем, потому что нам сказали, что вот это все сказочно. Вот это нас настолько запутали, увели вглубь от нас самих себя, что некоторые вещи, которые происходят с нами постоянно, и которые нам показывают и показывают вновь и вновь, мы все время думаем, что это что-то сказочное, что это нереально. И точно так же и про дежавюму вот это вот все, что как будто бы вот с нами что-то вот это вот встречалось. Ой, наверное, я какой-то не такой. Наверное, ко мне, у меня открываются какие-то там способности. Вот я вот это вижу, я вот то вижу. А на самом деле это все наши базовые настройки. Мы очень уникальные существа, которые в себе очень-очень многого всего закрыли. И сейчас оно раскрываться начинает постепенно, но только тогда, когда человек к этому готов. Потому что те способности, те возможности, которые у нас есть, и меня иногда до сих пор это тоже удивляет. Хотя я уже к некоторым вещам привыкла, но тем не менее понимаю, что если я что-то хочу, вот захотела, я понимаю, как хотеть, как правильно хотеть, как правильно формировать, почему что-то у людей сбывается, что-то не сбывается. И очень часто я в себе корректирую то, чтобы я захотела, чтобы это не навредило там кому-то. Потому что это сбывается просто моментально. Такие вещи, о которых раньше бы я даже думала бы, ой, ну, наверное, вот на это нужно там какие-то усилия прилагать, сколько-то лет работать, вот так себя вести. На самом деле это всё просто, и всё у нас лежит на поверхности, но не всегда об этом говорят. Да, Светлана, я вас просто, я прям вам настолько благодарна. Нам пора заканчивать, но я думаю, что это очень интересная тема, потому что для нас, вот в нашем сообществе, в нашем таком, это, конечно, наверное, разрыв шаблонов, который... Конечно, мы знали, что были буперноямщики, я тоже об этом слышала давным-давно, но немножко, как бы, ну, это где-то далеко, это где-то там. Но вот поговорив с вами, и то, как вы объяснили вот эти вопросы, я, говорю, я специально не изучала эту тему, так вот сейчас там не обновляла, чтобы вот понять на уровне сегодняшнего моего развития, насколько она близка к тому, что я могу понять для себя. И вот эти вот все вопросы, которые вот я задала, которые они были у меня, которые вот тоже присылали, они перекликались, да, и они мне вот не пошли в разрез моим, да, вот на сегодняшний момент моему осознанию, не пошли в разрез нашему учению, а мне кажется, наоборот, нам дают еще перспективу, потому что то, как вы вышли вот к этим двум последним вопросам по считыванию пространства через голодание, мы выходим через другое, мы приходим к одному и тому же считыванию информационного поля, и если мы с нашими умениями соединимся, с вашими умениями, потому что тело это действительно это показатель и заземлятель, и как угодно его можно называть, и это, конечно, будет, мне кажется, феерично, это будет как раз, просто вот хотела как раз спросить, вот вашу конечную цель, у нас есть цель, вот в нашем сообществе есть определенная цель, действительно выйти на канал, выйти в информационное поле, выйти в возможность давать людям, и не только людям, проводить для людей совершенно и новые технологии, и возможности, и открывать новые места силы, ресурсность, то есть вот огромное количество у нас заданий, у каждого контактера, вот, а у вас какая цель, вот я поняла, почему вы к этому пришли, вас привели через заболевания, но вот сейчас, вы вот знаете вашу конечную цель, или вот какой-то такой вот, какой-то... Нет, конечную цель я, безусловно, не знаю, потому что она, я сейчас понимаю, если я раньше думала, что я такая умненькая, такая креативненькая, такая всезнающая, у меня несколько образований, и я вся такая, со мной приятно общаться, то чем больше я сейчас узнаю, тем больше я понимаю, что я вообще ничего не знаю, и на сегодняшний день мне открывается то поле, которое в общепринятом нашем социуме называется бессмертие, вот, и я сейчас исследую эту тему, у меня в моем окружении есть люди, которые сейчас очень хорошо ее обследуют, есть люди, которым более 300-600 лет, вот, и мне это интересно, и на сегодняшний день вот для меня вот эти познания интересны, я их потихонечку начинаю открывать и передавать, а что будет дальше, я не знаю, но хотелось бы встретиться еще там лет через 600, через 100 хотя бы, вот, а там уже посмотрим. Ой, Светлана, я вас благодарю, это прям, вы, представьте, вы сейчас поставили нам еще одну планку, ребята, бессмертие, я не знаю, насколько это как бы хорошая идея, но, по крайней мере, это интересная очень идея, так что я вас благодарю, Светлана, я думаю, что мы не последний раз, ребята, кому заинтересовало, вы, пожалуйста, все ссылочки у Светланы есть, кому, кто хочет оставлять комментарии, пожалуйста, оставляйте, мы с Светланой придумаем для вас приз какой-нибудь интересный, потому что эта тема, мне кажется, она все равно, я не все вопросы раскрыла, у каждого свои есть вопросы, я думаю, что сегодня каждый контактер задаст вопрос своей цивилизации, насколько мне это ресурсно, насколько это подходит, и вообще это такое есть или нет, и о бессмертии, конечно, это тоже стоит подумать, я благодарю всех за эфир, у нас сейчас 69 человек, мы в нашем теле, вот, и сколько еще посмотрят, в любом случае, ребят, вот для расширения нам сознания, вот, пожалуйста, Светлана, которую я еще раз благодарю, благодарю Светлану. Я благодарю вас, кто пригласили, очень было приятно, спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. Всего до свидания, ребят. Продолжение следует...